всем всем добрый день сегодня будет небольшой экскурс в прошлый век а именно небольшой обзор аварийного маяка авиационного аварийного маяка таким вот образом выглядит это изделие достаточно габаритная вес порядка полутора килограмм условно тяжеленький это американский аварийный маяк компании нарко avionics рабочий диапазон этого маяка 121,5 мегерца и 243 мегерца американский стандарт чисто что можно сказать об этом маяке достаточно старые изделия уже на сегодняшний момент морально устаревший но тем не менее рабочие до сих пор в строю некоторых странах тем числе и нас по деталям самое интересное что основное порядка 90 процентов габаритов занимает здесь батарея вот эта вот большая большая батарея напряжением на 14 вольт этой батареи должно хватить по инструкции на рабочее время порядка 50 часов а то и более более 50 часов 14 вольт на выходе этой батареи сам маяк сам передатчик вот он тут вот маленькая маленькая такой коробочка это вот и есть маяк маяк устанавливается на самолеты это авиационный маяк что в нем есть в принципе на сегодняшний день мало что изменилось но есть некоторые отличительные моменты в этого устройства что сказать это датчик же датчик автоматический датчик удара при происшествии на автоматически зарабатывает этот коробочка это является датчиком же сенсор самое интересное что он многократного использования то есть вот есть кнопка reset нажимаем если он сработал по какой-то причине моего нажимаем возвращаем первоначальное состояние ну и наверное пройдя какое-то проверку инспектором инспекцию какой-то возможно допускаться к повторному использованию мне эта информация не получилось найти но если есть значит задумано стандартный переключатель это режим он маяк включен режим of данный момент у полностью выключен и режим arm это автоматический маяк то есть при ударе индикатор нас направления то есть он стоит при происшествии он срабатывает в эту часть ударом срабатывает и таким образом получается передача антенное гнездо что интересно он работает штатно на борту самолета устанавливается может быть переносным то есть представляете такую штуку весом полтора килограмма с собой где-то таскать но тем не менее это есть это прописано то есть используется как ручной аварийный маяк подключение антенн ну то что на самолете это понятно используется специализированная антенна в режиме переносного комплекса используется в плане вот такой вот мягкая аварийная антенна она очень интересная мягкая сгибается в разных направлениях очень такая живучая то есть можно использовать вот так вот сейчас покажу так вот она выглядит у нас самое интересное что еще можно сказать даже если у вас нет это антенны производитель очень здорово позаботился об этом если у вас нет переносной антенны каким-то образом маяк появился без антенны в нем есть встроена антенна который расположена по периметру для тот ржавые пластиночки на данный момент вот эта антенка расположена по периметру и здесь есть флажочек контактный сейчас попробую поближе показать который при установке антенны авиационной штатной самолетной или аварийной это не его антенна это не родная в антенна это другая здесь при установке он перекрывает флажочек отключая внешнюю отключая антенну инсталлированную и уже будет устройство работать на либо вашу внешнюю антенну либо авиационную конечно же эффективность внешней антенны или эффективность такой она будет намного выше нежели эффективность вот этого встроенной полосы вот но тем не менее она есть тем не менее это все предусмотрено два контакта эти два контакта подкручивается это под привку это включение на самолете внешние внешнего тумблера аварийного маяка то есть он выводится на приборную панель и при аварийной ситуации вручную включается вот такие вот дела что у нас еще здесь есть он наклеечка предупреждение о проверке инспекции батареи периодически здесь наклейка с датой производства с внутренним с следующим заменой сроком жизни long life вот там длительная 2 или 3 года она работает и небольшая инструкция по инсталляции и пользованию этой батареи вот такие вот дела такие вот маяки были вот на данный момент маяки намного меньше в раза два а то и три сейчас они уменьшились маяки стали именными это маяк но на им непонятно просто включается и все он работает современные маяки являются именными прописывается владелец прописывается регистрационный номер судна много-много каковой информации при включении если на это все передается и позволяет намного быстрее локализировать место там также есть них встроенный gps вот это все пишется маршрут пишется трек пишется намного интереснее данным в данный момент маяки современные но тем не менее эти маяки еще будут работать по моему год или два они в строю после чего спутники будут выведены вот так что вот живут еще такие вещи живут еще такие маяки из прошлого века у нас работают надеюсь понравилось всем удачи и 73 не ломайтесь не подойти спасибо